МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите Утро на ОТВ в студии Елена Краева. И Ольга Дмитриева. Сегодня в нашей программе вы увидите... Важен каждый голос. За губернатора Московской области можно будет проголосовать в течение трех дней. К 1 сентября в Московской области работает губернаторская программа поддержки школьников из малообеспеченных и многодетных семей. Все этапы на контроле. Образовательные учреждения округа проверяют к началу учебного года. 112 лет назад из Лувру украли знаменитую Джоконду. Картину похитил работник музея итальянский мастер по зеркалам Винчетси Перуджей. Пропажу обнаружили только на следующий день. После музей закрыли и начали поиски. Только через два года похититель предложил купить картину у владельцу одной из художественных галерей в Италии. Тот связался с полицией и преступника арестовали. На допросе он признался, что украл картину, потому что хотел вернуть на родину национальное достояние. Суд приговорил его к одному году тюрьмы. Чем еще запомнился этот день в истории, смотрите в нашей следующей рубрике. 21 августа 1841 года американский промышленник запатентовал светозащитные устройства, состоящие из вертикальных или горизонтальных пластин, известных сегодня как жалюзи. В эпоху Средневековья в Европе дверные проемы закрывали матерчатые лоскуты. Затем появились вертикальные жалюзи, изготовленные из дерева. Сегодня они являются одним из популярных видов оконных штор, скрепленные таким образом, чтобы планки могли вращаться, изменяя положение от открытого к закрытому. 210 лет назад, в 1803 году, австралийское издание опубликовало первый отчет о коалах. С тех пор ученым удалось добавить множество замечательных подробностей. Коала обитает в прибрежных районах на востоке Австралии. Размер взрослых особей достигает 80 сантиметров, а вес может доходить до 15 килограмм. Толстый короткий хвостик помогает им прочно сидеть на дереве часами, а строение лап гарантирует легкое и безопасное передвижение по веткам деревьев. Они ведут очень размеренный образ жизни, активны бывают не более двух часов в сутки, а все остальное время дремлют. 21 августа отмечают День офицера России. Праздник появился благодаря инициативе общественной организации «Офицеры России». При выборе даты был выбран канун празднования Дня государственного флага Российской Федерации. От профессионализма, опыта, грамотной тактики командиров зависит не только дисциплина, но и готовность к выполнению поставленных задач. Свой праздник офицеры отмечают вместе с друзьями, коллегами, товарищами по службе, а еще в кругу своей семьи, которая для офицера всегда является надежным тылом. Также сегодня отмечают День сбора диких трав и День поэта. 21 августа в Ленинграде родился российский боксер-профессионал, политик Николай Валуев. Его первая тренировка состоялась весной 1993 года, а через несколько месяцев он дебютировал на профессиональном боксерском ринге. В 2004 году, одержав победу над нигерийским боксером, Валуев завоевал титул межконтинентального чемпиона. Уйдя из профессионального спорта, он продолжил заниматься школой бокса, которую открыл в Петербурге, а также организовал благотворительный фонд развития детско-юношеского спорта. В этот день также родился русский поэт Петр Плетнев и англо-канадская актриса Ким Кэтрол. В эти дни важен каждый голос. Отдать его за своего кандидата на выборах губернатора Московской области можно будет не только в единый день голосования 10 сентября, но и в течение двух предшествующих ему, а именно 8 и 9. Подробнее о процедуре голосования в сюжете Полины Баховой. В этом году проголосовать на выборах губернатора можно как в обычном очном формате на избирательных участках, так и с помощью электронного дистанционного голосования. В каждые из трех дней 8, 9 и 10 сентября избирательные участки будут работать с 8 утра и до 8 вечера. В нашем округе их список и состав комиссии уже утверждены. У нас в общей сложности 173 избирательных участка на территории Одинцовского городского округа образованы. Они преимущественно будут в тех же местах, которые были, за очень небольшими исключениями. Комиссия сформирована в участковой, в принципе, вся избирательная система округа готова. Процедура очного голосования стандартная – предъявить паспорт, получить бюллетень, указать кандидатов в бланки, опустить документ в опломбированный ящик. Для электронного голосования помимо подмосковной прописки необходимо подтвержденная учетная запись на едином портале госуслуг. Дистанционное электронное голосование дает такую уникальную возможность, так как для нашего государства, для нашего субъекта Российской Федерации важен каждый голос. И, соответственно, для того, чтобы каждый мог поучаствовать, соответственно, может проголосовать онлайн. Ничего сложного в этом на самом деле нет. Достаточно написать заявление на госуслугах, зарегистрироваться на определенном специальном портале и в день голосования проголосовать. Регистрация для участия в ДЭК открылась 24 июля и продлится до 7 сентября включительно. Самое электронное голосование начнется, как и очное, 8 сентября. Такая процедура необходима, чтобы исключить из списков на избирательных участках тех, кто голосует дистанционно. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова». В Подмосковье упростили процедуру оформления документов для желающих создать пирс, понтон или дебаркадр в акватории ручья, озера, реки или пруда для занятий спортом или рекреационных целей. Для этого нужно заключить договор с Минэкологией водопользования по результатам аукциона или без его проведения. В первом случае срок оформления составит 70 рабочих дней, во втором – 25. За самовольное использование водного объекта или его части предусмотрен штраф в размере от 1 тысячи рублей для граждан и до 100 тысяч для юридических лиц. Другие новости региона смотрим прямо сейчас. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области перечислило субсидии в размере 3 миллиардов 300 миллионов рублей по 18 видам деятельности. Средства направлены на поддержку и развитие молочного, племенного и мясного животноводства, производство овощей открытого и защищенного грунта, стимулирование развития малых форм хозяйствования, производство и реализацию зерновых культур, а также развитие сельского туризма. Ежегодно государственную поддержку получают около 300 сельхозпроизводителей региона. С 21 по 28 августа пройдет прием заявок на гранты, с помощью которых можно компенсировать часть затрат на уплату процентов по кредитным договорам. Участвовать в конкурсе могут промышленные предприятия, занимающиеся импортозамещением. Максимальный размер поддержки – до 20 миллионов рублей. Претендовать на развитие могут предприятия, зарегистрированные в регионе. Кредитные транши должны быть использованы на приобретение спецоборудования, модернизацию производства или инжиниринг. Подробности на сайте Фонда развития промышленности Московской области. В Подмосковье введен в эксплуатацию комплекс сооружений для грибного слалома и фристайла. Объект предназначен для проведения учебно-тренировочных занятий и спортивных соревнований международного уровня. Он станет первой национальной базой для развития грибного спорта в России. Площадь участка – более 213 тысяч квадратных метров. Тренироваться здесь могут до 60 человек в час. При проведении соревнований объект способен принять до 400 участников и более 2,5 тысяч зрителей, включая лиц с ограниченными возможностями к передвижению, представителей СМИ, ВИП-персон и аккредитованных лиц. В Московской области создана губернаторская программа поддержки школьников из малообеспеченных и многодетных семей. Особое внимание уделяют первоклассникам. Какие меры реализуют в Одинцовском округе, расскажет Екатерина Крамер. По инициативе губернатора Андрея Воробьева в Подмосковье создана система поддержки школьников. Ею могут воспользоваться ребята из малообеспеченных и многодетных семей, а также талантливые ученики. Особое внимание уделяют первоклассникам. Все первоклассники из семей с не очень высокими доходами получат школьные принадлежности и все необходимое, чтобы ребенок пошел в школу. Среди мер поддержки – выплаты для семей с низким доходом. Родителям приходят уведомления о начислении средств в личный кабинет на портале госуслуг или на электронную почту. Выплату на школьную форму семьям с многодетными, независимо от дохода, и этот размер выплат составит 3000 рублей, получат 6356 жителей округа. А вот уже новая выплата в размере 10 тысяч рублей, получат ее 159 жителей. Она будет рассчитываться в зависимости от дохода на каждого члена семьи. Этот доход должен быть меньше 17 тысяч. И третья выплата – уже 13 тысяч рублей, ее получат 319 жителей округа. Это выплата детям-инвалидам. Также первоклассники к началу учебного года получат рюкзак со школьными принадлежностями. Недавно глава округа Андрей Иванов вручил такой подарок семье Тюниных, которая воспитывает троих детей. Их младший сын Юра идет в первый класс. Он получил все самое необходимое. Тетради, ручки, канцелярия, альбом. Ну, все, что нужно для первого класса. В этом году в Одинцовском округе поддержку получат почти 7 тысяч человек. Талантливых школьников также поощряют и оказывают им финансовую помощь. Ребята получают гранты и деньги на дальнейшее обучение. Помимо этой акции, мы уже каждое тироуправление обращаются в управление социального развития. Есть где-то семьи, которым необходимы дополнительные, возможно, какие-то или подарки, или средства обучения, или спортивный инвентарь. Мы также идем на встречу с жителем и эту работу и организовываем. До 25 августа малообеспеченным и многодетным семьям Одинцовского округа окажут всю необходимую поддержку. Екатерина Крамор, Олег Мещерский, телекомпания Одинцова. Инспекторы Московской административной дорожной инспекции усилят патрулирование на Пресненской, Бережковской и Краснопресненской набережных. Жители города неоднократно заявляли, что остановка машин на тротуарах в этих местах приводит к созданию аварийных ситуаций и неудобств для пешеходов. Что еще интересного произошло в столице, узнаем прямо сейчас. Интервал исследования на 35 маршрутах наземного транспорта в районе МЦД-3 сократят по случаю запуска диаметра. Автобусы и электробусы будут ходить чаще, чтобы пассажиры могли быстро пересесть с одного транспорта на другой. Изменения коснутся направлений, которые проходят через 10 станций нового диаметра. На маршруте номер 7, который идет от метро «Партизанская» до станции МЦД Перова, интервалы уменьшатся вдвое – с 40 до 20 минут. Там введут два дополнительных автобуса. Стартовал прием заявок от московских дизайнеров на участие в конкурсе «Фабрика дизайна 2.0». Свои идеи могут предложить индивидуальные предприниматели «Дизайн-бюро» и «Самозанятые». Всего представлено свыше 150 заданий от 100 организаций. Задачи подготовлены российскими компаниями, которым требуется свежий взгляд на оформление проектов в сфере образования, недвижимости, мебели, производства техники. Заявки принимаются до 15 сентября на сайте проекта. В парке «Зарядье» на площадке Московского урбанистического форума 22 августа состоится мастер-класс «Работаем с городом напрямую». В рамках мастер-класса выступят спикеры, среди которых будут предприниматели с опытом участия в госзакупках и работающие через сервис в течение многих лет. Мероприятие состоится в концертном зале столичного парка «Перспектива» и будет идти с 12 до 14.00. Вход свободный. Не переключайтесь. Далее в программе вы увидите. Все этапы на контроле. Образовательные учреждения округа проверят к началу учебного года. Главная задача во второй кубинской школе продолжается капитальный ремонт. Новости онлайн. О событиях в округе, которые обсуждают в социальных сетях, расскажем и в нашей рубрике. На территории Одинцовского округа насчитывается около 200 объектов образовательных учреждений. Все их необходимо проверить к началу учебного года. На каком этапе готовности школы и детские сады муниципалитета обсудили на еженедельном совещании Андрея Иванова. В Одинцовском округе проверяют учебные учреждения к 1 сентября. Межведомственные комиссии инспектируют помещения на соответствие санитарно-гигиеническим требованиям, а также на безопасность и условия питания детей. Поэтому прошу вас на следующую неделю тогда подготовить либо в рамках работы комиссии, либо отдельно сформируйте необходимые мобильные бригады, которые все наши объекты именно с этой точки зрения оцифруют, оценят готовность. И там, где, возможно, есть какие-то западания, мы обязательно мобилизуем наши силы. В четырёх образовательных учреждениях округа завершается капитальный ремонт. В Старогородковской специальной школе имени Фурагиной работы уже на финишной прямой. Строительная готовность объекта – 96%. Здесь завершают отделку входных групп, собирают мебель и проводят уборку помещений. Приступили к благоустройству территории. Важно, что учебное пространство обустраивают с учётом пожеланий педагогов и родителей. Новшество – это, конечно, кабинеты. Кабинеты, которые уже здесь специально оборудованы детей, во-первых, с расстройством аутистического спектра. Это, разумеется, обновление мастерских. Мы даём детям профессиональное образование. Поэтому у нас это и швейное дело, это и поварское дело, строительное, столярное. И в этом году, благодаря ремонту, открываются ещё два направления – это керамика и картонажное дело. Также высокая строительная готовность в детских садах Трёхгорки и посёлка Ново-Ивановское. На финальном этапе и долгожданная школа в гусарской балладе. Активно ведутся работы и в других учреждениях образования. Одинцовская гимназия номер 4, детский сад номер 72. Прирост составил 4%. Проводятся работы по замене, полностью замене кровли. Срок подрядчик выдерживает до 25-29 августа. Работы будут завершены. Екатерина Крамор, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова». В Екатеринбурге открыли капсулу времени, заложенную 50 лет назад. Торжественная церемония состояла в честь 250-летия города. Она была замурована на так называемой плотинке в центре города по случаю юбилея тогда ещё Свердловска. Большой бак из Нержавейки хранит послание, которое горожане отправили в будущее. Также там были подшивки местных газет, фотографии руководителей города, почётных граждан и кинопроектор. Само послание решили прочесть позже. О других событиях нашей страны смотрим прямо сейчас. В России стартовал проект «Пароход времени. Валаамский монастырь». Его главным результатом будет создание документального фильма о полуторавековой истории судна. Снимут его с использованием 3D-технологий и редких архивных материалов. По словам авторов проекта, он позволит достичь нескольких целей. Привлечь внимание молодёжи к отечественной истории, дополнить знания о материальной культуре Валаама первой половине XX века и ускорить развитие подводной археологии в нашей стране. Финалист конкурса «Лидеры России» разработал проект по оптимизации кардиохирургической помощи. Он направлен на сокращение сроков лечения и уменьшение эмоционального выгорания сотрудников. Программа предполагает изменение внутренней инфраструктуры медучреждений, лечебного процесса и принципов работы персонала. Одним из инновационных введений будет создание единой хирургической многопрофильной команды, которая позволит не привлекать сторонних специалистов. Российские учёные разрабатывают новый метод лечения цирроза печени. Он предполагает установку клеточного каркаса из особого пористого материала – аэрогеля, вместо удалённой части органа. Специалисты уже разработали специальный биопринтер и провели испытания вещества на крысах. Однако до внедрения технологий в практику необходимо провести длительные исследования. Во второй Кубинской школе имени Безбородова продолжают капитальный ремонт. Главная задача – успеть завершить работы до 1 сентября. Глава муниципалитета Андрей Иванов держит этот вопрос на личном контроле. Все ждут открытия школы для того, чтобы провести линейку 1 сентября в здание этой красивой, новой, современной школы. И дети, и родители, и педагоги. Почти тысячи учеников Кубинской школы номер 2 с нетерпением ждут начала учебного года в обновлённых стенах. Здесь в ускоренном темпе продолжают капитальный ремонт. Подвести в таком важном вопросе никак нельзя. Идут работы по фасаду из крамогранита. Уже выполнено порядка 40%. Смонтировано порядка 80% окон. Ведутся работы по чистовой отделке. Второй, третий этаж уже практически завершён. Строители приступили к покраске стен. На объекте задействованы 191 человек и 10 единиц техники. Одновременно ведут внутренние работы и благоустройство территории. Наращиваем мощность в зависимости от того, на какие работы требуются люди. То есть, в принципе, у нас ежедневно идёт увеличение количества людей. Здание школы площадью 4000 квадратных метров построили в 1968 году. Советская планировка подразумевала совмещение столовой и актового зала. Разделение этих двух зон стало принципиальным вопросом при проведении ремонта. Тоже было потрачено определённое количество времени. Проектировщики думали, как это возможно сделать. И в конечном итоге перенесли пищеблог на первый этаж. А актовый зал остался на втором, как и был. После завершения работ в школе также появятся новые кабинеты, оборудованные по последнему слову технике. Будут новые современные кабинеты, которые могут участвовать в проекте «Точка роста». Это кабинеты информатики, физики, химии, биологии, которые будут оснащены по последним проектам. Глава округа Андрей Иванов посетил строительную площадку, проверил этапы выполнения работ и уточнил сроки их завершения. А здесь какое кабинет что будет? Физику, химия, точка роста, вот то, что делается. А, сразу под точку роста или нет? Да, а мы выбирали проект сразу и цвет. Ну, там цвета, с точки роста, там присутствуют эти цвета, потому что есть такой серый цвет, как бы и зеленый, просто логотип «Точка роста» сделает, чтобы классы, в принципе, не отвечали. Школа имени Безбородова стала участником губернаторской программы «Открытый стадион». Уже совсем скоро новым спортивным объектом смогут пользоваться не только ученики, но и все жители города Кубинка. А пока перед подрядчиком поставлена задача – закончить работы до 1 сентября. Елена Краева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова». В парке «Патриот» открыли памятник почтальонам. Мероприятие приурочили к вышедшему в августе 1941 года постановлению. Тогда важность доставки писем бойцам приравняли к доставке снарядов на фронт. К этому событию Почта России выпустила открытки с изображением мемориала. Об этом сообщает телеграм-канал «Одинцова оперативно». Памятник боярину Одинцу – одна из достопримечательностей нашего округа. Одинец – внутрисемейное второе имя, которое давали или первенцу, или единственному ребенку в семье. Звали боярина Андрей Иванович Домотканов. Жил он во второй половине XIV века и был воеводой великого князя Дмитрия Донского. Одинцу было пожаловано во владение поместье в 19 верстах от Москвы. Позднее на этом месте появился город, и его назвали Одинцова. Об этом сообщает телеграм-канал «Про отдых». В парке Малеевича установили три функциональные зоны – теннисный корт, раздевалку и вспомогательную постройку. Проект реализован в рамках областной программы формирования современной комфортной городской среды. Об этом сообщает телеграм-канал «Про отдых». Акция «Доброе дело» школьникам Донбасса пройдет в Одинцовском округе. Для участия в ней можно принести канцелярские товары в пункт сбора по адресу улица Маршала Жукова, дом 26, МБУ, Одинцовский молодежный центр. Режим работы с 10 утра до 6 вечера. Все вещи доставят школьникам Донбасса к 1 сентября. Об этом сообщает телеграм-канал «Одинцова оперативно». Специалисты Сиднейского университета выяснили, что мед, который производят австралийские муравьи, обладает антибактериальными свойствами. Даже 8-процентный раствор меда уничтожает стафилококк, а 16-процентный – клетки грибков. Что именно придает продукту такие свойства, выяснят в дополнительных исследованиях. О других событиях в мире расскажем в следующей рубрике. Суматранские тигрята родились в зоопарке Франкфурта. Детеныши назвали Раджа и Римбо. Они принадлежат к редкому подвиду, обитающему на Индонезийском острове. Популяция зверей находится на грани исчезновения. Всего в мире насчитывается меньше 600 особей. По словам директора зоопарка, семья млекопитающих будет жить вместе около года. После чего молодые тигры переедут в другой зоопарк. Международная команда астрономов сообщила об открытии системы, состоящие из двух небесных тел. Одно из них представляет собой остывшую звезду, а второе – планету, похожую на Юпитер. Обнаруженная система расположена на расстоянии около 1400 световых лет от нас. Ученые называют ее самой экстремальной из всех известных систем с точки зрения температуры. Один из крупнейших метеоритов, когда-либо найденных в Мичигане, долгое время служил простым дверным упором на местной ферме. В руки экспертов космический камень весом 10 килограмм попал лишь спустя 80 лет после его первого обнаружения. История началась в 1930-х годах, когда предыдущий владелец фермы увидел, как метеорит упал на их землю. Они обнаружили кратер и выкопали камень. В 1988 году новый владелец фермы Дэвид Мазурок продал метеорит Мичиганскому государственному университету за 75 тысяч долларов. И о погоде. По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачно с прояснениями. Днем 20-22 градуса тепла. Ночью около плюс 16. Ветер переменных направлений 2 метра в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртурного столба. Относительная влажность воздуха 79%. Геомагнитное поле спокойное. Наш эфир подошел к концу. Новые сюжеты о событиях в округе смотрите в информационных выпусках. А также следите за новостями в телеграм-канале про округ. А с новостями молодежной редакции можно познакомиться в телеграм-канале про молодежь. А если вы стали очевидцем происшествия или у вас есть интересные новости, присылайте их нам в чат-бот, пикер-коду, который видите на ваших экранах. Это было утро на ОТВ в студии Ольга Дмитриева и Елена Краева. Мы желаем вам легкой трудовой недели. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин